Судьба картины надежно прослеживается лишь с 16 века, когда она была превращена в главный алтарь храма. К ней были добавлены створки и другие элементы, предполагаемые в такой сложно организованной конструкции. Но вряд ли она была задумана как алтарь изначально. Алтарные образа в Нидерландах этой поры практически никогда не строятся на модели святого собеседования. Они повествовательны, на них происходят какие-то события. Оригинальная рама картины не дает оснований говорить, что к ней изначально были прикреплены створки, естественные для обычных алтарей. С другой стороны, для домашнего молильного образа картина эта очень велика. Вероятно, все же эта вещь оставалась у заказчика до его смерти, а затем перешла в собор. Завещание в Андерпале либо не дошло до нас, либо еще не разысканно. Поэтому говорить с уверенностью нельзя. Как бы то ни было, некоторые особенности Мадонны позволяют сопоставить ее с изображениями, которые устанавливались в храмах вблизи от места захоронения уважаемых людей. Это могли быть каменные или металлические пластины с изображениями, надписи и тому подобное. Любой, кто посещал старинные храмы в городах Европы, видел такого рода мемориальные объекты, все еще в изобилии украшающей их стены и колонны. Согласно гипотезе Дугласа Брайна, Мадонна должна была быть размещена на пилоне, разделяющем нефы храма, непосредственные близости от могилы каноника, которая не сохранилась, но достаточно достоверно локализуется. По всей вероятности, картина была частью большого проекта по спасению грешной души Юриса Вандерпали. Вовсе не главной, поскольку даже творение лучшего из живущих живописцев Нидерландов не могло идти в сравнении с ежедневными мессами и молитвами у могилы. Но собор снесен, мессы не служат, а место в вечности канонику обеспечено. Именно Яном Ван Эйком. В течение столетий Мадонна-каноника в Андерпале хранилась в соборе святого Донатиана в Брюге. Во время французской оккупации южных Нидерландов храм был разрушен, а картина была увезена в Лувр вместе с генским алтарем и другими вещами великих живописцев. В 1816 году она вернулась в Брюге и, попутешествовав по общественным собраниям, оказалась в музее Грюнинге. Это самая большая из сохранившихся картин Ван Эйка, помимо генского алтаря. Работа написана маслом на доске, и это еще один образец феноменального реализма живописца. Сцена разворачивается, словно при нас, и некоторые хитрости Ван Эйка этот эффект присутствия стимулируют. Работа называется «Мадонна-каноника в Андерпале», то есть «Человека, который ее заказал». Перед нами в интерьере храма восседает на троне Божья Матерь с младенцем Иисусом на руках. Справа от Девы Марии, слева от нас, возвышается величественная фигура святого Донатиана, епископа Реймского. Ему был посвящен собор, в котором долгие годы находилась картина. А справа от нас и слева от Девы Марии стоят закованные в доспехи святой Георгий, небесный покровитель заказчика и сам Ван Дерпале. Для описания этой сцены часто применяют итальянское название в переводе «святое собеседование». Персонажи священной истории Марии и Христос изображены рядом с предстоящими им святыми, но не объединены с ними в общем действии, а скорее погружены в медитативное состояние. Иногда в святое собеседование включается заказчик, и эта картина – первый известный нам случай в северном искусстве, когда заказчик, современник художника, оказывается в одном пространстве на равных с Марией и Христом, а не, например, на отдельной панели или в другом масштабе. Богоматерь сидит на троне, над ее головой балдахин, под ногами ковер. За Богоматерью своеобразный экран, расшитый цветами. Цветы – символ ее добродетелей и общая роскошь антуража. Напоминание, что она царица небесная. Балдахин, трон, ковер создают своеобразный проспект, фиксируют Деву Марию как центр этой композиции и настраивают взгляд зрителя на нее. Богоматерь оказывается объектом поклонения еще и потому, что в изображенном на картине интерьере храма занимает место алтаря. За Девой Марией пространство храма. Персонажи находятся в алтарной части, поскольку предстают на фоне так называемого деамбулатория, то есть полуциркульного прохода за алтарем, типичного для романских и готических храмов Европы. Скорее всего изображен не какой-то реальный храм. Ни один из ванейковских интерьеров не находит прямого соответствия в реальных зданиях. Но это храм романский, о чем можно судить по аркам, по гвазиримским колоннам, а не готическим пучкам колонн, по характеру капителей. Можно допустить, что для зрителя того времени готика – знак современности, а романтика – древности. Возможно, романский стиль постройки соотносится с редкозаветными мотивами, которые обнаруживаются в декоре изображенного храма. Ступеньки трона покрыты ковром. Ковры – это часть быта богатых людей, и здесь, как и, например, на портрете Читы Арнольфини, это символ статуса. Ковер можно условно назвать восточным, хотя здесь не видны арабские тексты, которые, как давно заметили искусствоведы, порой проникали в западную религиозную живопись вместе с коврами. Заказчик картины Юрис Вандерпали, коммуник собора святого Донатиана, стоит на коленях в белом стихаре и держит левой рукой часослов. В правой руке у него очки в толстой темной оправе. Ван Эйк изображает пожилого человека, который явно болен. Видны набухшие пальцы, вздувшиеся вены на висках. Художник не приукрашивает его облик. Более того, весьма вероятно, что портретное сходство беспрекрас предполагалось заказчикам. Идеализация придет во фламандскую и нидерландскую живопись только в XVI веке, вместе с отчетливым итальянским влиянием. Точность Ван Эйка позволила современным медикам поставить канонику диагноз – ревматическая полимиалгия и темпоральный артрит. У каноника выдающееся, привлекающее к себе внимание ухо. И, несомненно, портретное, как и на других работах Ван Эйка. Итальянский искусствовед и художественный эксперт XIX века Джованни Морелли, писавший свои статьи под псевдорусским псевдонимом Иван Лермалиев, утверждал, что важные вещи на картине пишутся осознанно, а детали, которые находятся на периферии внимания, автоматические – ногти, уши и так далее – словно бы вынимаются из арсенала шаблонов. Это позволило ему разобрать эффектный метод атрибуции, установления авторства, произведения эпохи Ренессанса. Но Морелли писал об итальянском искусстве, и совершенно очевидно, что у Ван Эйка дело обстоит по-другому. Его уши уникальные. Святой Георгий, покровитель заказчика, представляет своего подопечного Деви Марии. Он закован в роскошные и блестящие доспехи, с ним белое знамя с красным крестом – атрибут этого святого. На бедре – меч. Правой рукой он снимает причудливой формы шлем, как бы в знак своего почтения к Деве Марии, а левую руку протягивает в направлении экономика, словно представляя его Царицей Небесной. На груди Георгия надпись «Одно из имен Бога в Ветхом Завете», за плечами изогнутый щит. Тень от руки Георгия падает на белый стихарь экономика, а правая нога, закованная латой, наступает на его подол. Тень усиливает ощущение реальности происходящего, а нога в доспехе на краю облачения экономика сообщает в сакральной сцене неожиданный элемент спонтанности, а, следовательно, достоверности таким образом усиливает эффект нашего присутствия. Если Георгий на картине представляет церковь воинствующую, то святой епископ Донатиан – церковь вероучительную. В его облике нет никакой рыцарской куртуазности святого воина. Он выпрямился и застыл, как статуя на фасаде собора. Элементы его роскошного облачения вполне возможно в действительности принадлежали храму. В руках у него выносной крест, а не епископский посох, который можно было бы ожидать. Иными словами, драгоценный объект, использующийся в богослужениях, а не повседневный. Также нельзя исключить, что реально принадлежавший собор. В правой руке у Донатиана колесо с поставленными на него пятью свечами. Появление этого атрибута имеет несколько объяснений. Донатиан, вероятно, происходил из Рима. По одной версии, в детстве он чудесным образом спасся из Тибра, благодаря брошенному в реку колесу от повозки. А по другой – он принял мученическую кончину в Тибре. А колесо со свечами на нем остановилось на том месте, где надо было искать утопленника. Донатиан прославился как епископ города Реймса. Мощи его были перенесены в брюки и хранились в храме, где служил каноником Вандер Бали. На подлоконниках трона мы видим несколько скульптур. Это распространенный премиум Ван Эйка и художников его времени. Изобразив скульптуры, добавить в картину дополнительный сюжет и таким образом усложнить символическое высказывание. На торцах подлоконников, в готических нишах, мы видим Адама и Еву. Напоминание о грехопадении, которое будет искуплено жертвой Спасителя. Сверху, по правую руку от Богоматери, Каин убивает Авеля. Это пророчество жертвенной смерти Христовой. Над Евой Самсон раздирает пасть льву, что есть пророчество о победе Христа над смертью. Слева на капителях изображено жертвоприношение Авраама. Еще одно напоминание о жертве Христовой. А также встреча Авраама и Милхаседека, что есть предвестие установления Евхаристии, главного христианского таинства, причащения Христовой плотью и кровью через хлеб и вино. Справа капитель со всадником, которую долго не могли расшифровать. Некоторое время назад было высказано предположение, что это тоже Авраам, побеждающий Кадырлаумера, царя Иламского, вторгшегося в Палестину, чтобы наказать отпавшие от него города. Щит садника на этой капители и щит Авраама, встречающегося с Милхаседеком, одинаковы, что и позволило идентифицировать персонажа. На правом краю той же капители изображен Давид, готовящийся к поединку с возвышающимся над ним Голиафом. Не случайно эти эпизоды представлены за Георгием, воином Христовым. Младенец Христос изображен полностью обнажен. Он сидит на белом платке с ясно различимыми гениталиями. Долгое время они были прикрыты, закрашены белой краской и расчищены в последний третий XX века. Американский искусствовед Лео Стейнберг обратил внимание, что в XIV-XV веках младенец Христос постепенно начинает освобождаться от одежды, будь то пеленки или царственные облачения, в которых его писали прежние. Причем в ряде случаев гениталии младенца словно нарочито предъявляются зрителю. У Ван Эйка это не так. Но нельзя также сказать, что они намеренно скрываются. Стейнберг предположил, что причиной тому является актуализация в католическом мире доктринной воплощения спасителя, представление его в человеческом образе. Надо сказать, его гипотеза нашла поддержку у католических авторитетов. Физическая, смертная, плотская природа Христа становится не менее важной, чем божественная. С наступлением контрреформации этот тренд прекращается и сравные места Христа и святых либо сразу пишутся под трапировками, либо на исполненных прежде произведениях записываются. Наиболее известный случай исправления Микеланджеловского Страшного Суда Сикстинской Капельной. Цветочки в руке младенца символизируют добродетели Марии кротость, целомудрие, чистоту. Попугаи были известны европейцам с давних времен. Еще Плиний писал «Попугай приветствует императоров и слова, какие слышит, те произносит. В охмелю особенно распутин». Экзотическая птица изображалась в христианском контексте нечасто, но примеры такого рода известны и помимо Мадонны каноника Вандерпали. Как символ попугай амбивалентен. Он может означать зло, может означать добро. Попугай может представлять дьявола, потому что он вводит в заблуждение, говорит как человек, не будучи человеком. Но в изображении Марии с младенцем он, конечно, не может быть злом. Толкование попугая можно найти в литературе того времени нравоучительным образом трактовавшие события Ветхого Завета как предвестия нового, в частности в тексте австрийского доминиканского монаха Франца фон Реца «Крепость нерушимой девственности блаженной Марии». Фон Рец ссылается на одну из главных энциклопедий европейского христианства «Этимологии» Исидора Сивильского. Исидор же, опираясь на авторитет римлянина Марциала, пишет про попугая. Он произносит членораздельные слова так, что если ты не видишь птицу, ты думаешь, образом он произносит «Авве». Остальным же словам его нужно учить. Чудесная авва попугая отсылает к чудесному авве, с которым в сюжете благовещения к Марии обращается архангел Гавриил и таким образом говорит о чуде непорочного зачатия. В изогнутом отполированном щите, привязанном к спине Георгия, мы смутно различаем отражение человека в красном тюрбане, таком же очевидно, как на предполагаемом автопортрете Ван Эйка из Лондонской Национальной галереи. Это напоминает подобный прием на портрете четы Арнольфини из того же музея, где в зеркале отражаются персонажи, невидимые в пространстве картины. Скорее всего, один из них тоже Ван Эйк. В Мадонне это еще одна подпись художника, а с другой стороны визуальный трюк, рассчитанный на восхищение мастерством. Наконец, это отражение словно соединяет два пространства. Щит отражает то, чего в картине нет, но есть в нашем мире и таким образом усиливает эффект присутствия. на скосе рамы написаны имена святых. Слева святой Донатьян Римский, справа святой Георгий Воин, а по низу рамы идет готическая надпись. Йорис вандерпале, каноник этого храма, заказал эту вещь живописцу Ян ван Эйку. Он учредил два капеланства здесь во славу Божью в 1434 году, завершил ее, однако, только в 1436. Выше идут надписи, характеризующие Георгия и Донатьяна, а поверху надписи из книги «При мудрости Соломона», глава 7, стих 29, уже использована Иван Эйком в более ранней Мадонне в церкви. Она прекраснее солнца и превосходнее сумма звезд в сравнении со светом. Она выше. выше. «При мудрости» «При мудрости»»